Хотя Армения заморозила и официально объявила об этом свое членство в УДКБ, тем не менее со стороны высших должностных лиц Армении продолжают звучать упреки и критика в адрес организации договора о коллективной безопасности и в адрес Российской Федерации. Но в очередной раз отметился своими экскопадами секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян. В частности, он потребовал, чтобы УДКБ признало границы Армении и, соответственно, включилось в их охрану и оборону от мнимой азербайджанской агрессии. Ну, я думаю, что здесь необходимо, прежде всего, наверное, говорить о том, что уже два с лишним года Армения игнорирует любые предложения со стороны Азербайджана начать процесс делимитации и демаркации государственной границы и подписать, самое главное, мирный договор между двумя странами. В ответ мы видим либо армянские вооруженные провокации, либо откровенную демагогию, либо отказ от всех обязательств по трехстороннему заявлению и активное сближение с Западным. Поэтому все обвинения, все требования и все инсинуации в адресу ДКБ России, которые сегодня доносятся из Еревана, они, по сути дела, являются такой дымовой завесой, призванной скрыть факт активного вовлечения Еревана в военно-стратегические отношения с Западом, в частности, с Францией, с Грецией, как двумя активными членами блока НАТО. Ну а на фоне этой дымовой завесы с обвинениями и требованиями в адрес России и ДКБ Пашинян циничным образом не выполняет свои уставные обязательства, блокирует работу уставных органов у ДКБ, ну и фактически ведет себя как троянский конь на постсоветском пространстве. В этих условиях, я думаю, Россия будет занимать все более прагматичную позицию. Сегодня мантры о вековой дружбе армянского и российского народов уже никого не впечатляет. Мы видим стремительное превращение Армении в антироссийский плацдарм под эгидой НАТО на Южном Кавказе. Армения превращается в недружественную для России страну, которая несет риски и угрозы для российской государственности. Хотя бы исходя из того, что в области национальной безопасности Армения сегодня реализует политику выдавливания пограничников, которые относятся к Федеральной службе безопасности России из сначала аэропорта Звартноц, а далее и из других пунктов, где присутствуют российские пограничники. Делается это только с одной целью. Масштабируя военное и разведывательное сотрудничество с Западом, Пашинян не хочет, чтобы об этом знала ФСБ России с точки зрения конкретных установочных данных на тех западных разведчиков, дипломатов и военных, которые будут масштабно пребывать на территории Армении уже в 2024 году. И в перспективе, очевидно, будут решаться вопросы о замене российской военной базы на французскую либо на атовскую аналогичную структуру. И, конечно, присутствие на погранконтроле и доступ к базам данных лиц, которые посещают Армению, совершенно по мнению Пашиняна его окружение не должно быть в руках Москвы. Поэтому в данном случае мы говорим, что это угроза национальной безопасности России. Оно сегодня исходит активно из Армении от перспективы, когда Ереван либо оформит полноценное членство в Западных Союзах, если до этого сохранится, конечно, Армения как государство, либо когда будет создан натовский противовоздушный щит над Арменией. Это тоже будет представлять прямую явную грузу российским национальным интересам. Субтитры создавал DimaTorzok